Каковы шансы того, что Украина в итоге станет частью НАТО? Их нет. Их нет? Да. Этого не будет? Нет. И это проблема, которую мы, видимо, не осознаем. Если мы продолжим настаивать, что то, что останется от Украины, должно стать частью НАТО, то мы увидим сотни тысяч российских солдат на польской границе. Они просто пройдут по всей Украине и не остановятся, пока не упрутся в польскую границу и румынскую границу. Это очевидно. И это не то, чего он хочет. И все пытаюсь объяснить это людям. Если вы что-нибудь знаете про Западную Украину, а я вырос с людьми Западной Украины, они не хотят иметь ничего общего с русскими. И Путин знает об этом. Он не хочет ими править, ни территории, ни имя. Он просто не хочет, чтобы это было местом для атаки на Россию. Чего мы, кстати, и пытались добиться. И я также считаю, что большинство находящихся там украинцев, и, наверное, даже тех, кто уехали, хоть и не особо любят русских, но я не думаю, что они поддерживают этот конфликт. И вот причина, по которой я это говорю. Если вспомнить выборы, которые привели Зеленского к власти, когда этот комик появился из ниоткуда, спонсируемый Коломойским, могущественным украинским олигархом, то он ведь избрался на обещании мира. Он сказал, если меня выберут, то я заключу мир с Россией. И практически все, где-то около 89% пошли и проголосовали. Они хотели мира с Россией. Было очень небольшое количество людей далеко на западе Украины, которые это не поддерживали. Так что я думаю, что Зеленского и Близко так широко не поддерживают, как это принято считать. И если говорить о том, что там творится сейчас, у него есть отряды вербовщиков, группы людей, которые идут и силой тащат украинцев в украинскую армию, так как им нужны люди. И он делает это уже даже на самой западной Украине, в Галиции, где он обещал этого не делать. На Карпатах, то, что раньше называлось Карпатским военным округом. Украинцы уходят. Они бегут. Были сообщения о том, что на западной Украине украинцы бросают камни и даже стреляют по этим отрядам вербовщиков из украинской армии. Они не хотят идти на войну. Они не хотят сражаться. Мы получали сообщения, что на юге Украины отряды и даже более крупные формирования, они сдаются. Они говорят, что с нас хватит, мы больше уже не можем. И идут и сдаются. И русские с самого начала относились к украинским пленным очень хорошо, что весьма разумно. Они не причиняли ему вечи, не издевались над ними, они организовывали обмен военнопленными, тогда как... У нас есть видео, где украинский солдат простреливает русскому солдату-военнопленному коленные чашечки из АК-47. И у нас есть также видео с казнями, так как украинские солдаты их постят на ютюбе, в интернете. Так что он ведет очень успешную кампанию, в том смысле, что мы не хотим вас убивать. Мы вам не враги, и мы тоже хотим все это закончить. И это повлияло на украинцев, но мы об этом не слышим. В западных СМИ нам не рассказывают такие вещи, так как это подрывает нарратив. Вы видели эту статью пару дней назад в Уолл-Стрит-Джорнл? Мятеж Вагнера вызвал страх по поводу российского ядерного оружия. Провальный военный мятеж военно-военизированной группы Вагнер под руководством Евгения Пригожина вызвал страх по поводу российского ядерного оружия. Как отметил госсекретарь США Антони Блинкен, каждый раз, когда в крупной стране вроде России есть признаки нестабильности, то это повод для беспокойства. Несмотря на волнение, власти США заявили, что не заметили никакой необычной или опасной деятельности российских ядерных сил. Это реальная угроза или это раздувание нарратива с целью напугать американцев? Абсолютно. Второе? Да, именно. От этой администрации вы никогда не услышите правды, а СМИ вместе с администрацией дезинформируют общество. Так все и есть. И то же самое происходит в Западной Европе. Правду не говорят никому. Единственный способ узнать правду, это поговорить с людьми, которые там находятся. И, к счастью, у меня есть люди, которые занимаются этим и передают информацию мне. Мы забыли о том, что в Польше есть люди, чьи дедушки и бабушки украинцы, живущие на Западной Украине. Мы забыли, что есть словаки, есть и чехи, чьи шурины и кузены работают в московских банках. Другими словами, это люди, которые говорят правду. Так что я не считаю, что нам ее говорят, и я не вижу признаков того, что в ближайшее время это изменится. И это беспокоит меня, потому что... Если мы продолжим и дальше продвигать этот нарратив... И мы с полной ясностью дали понять, что переговоров не будет, мы об этом прямо заявляем. И выбор перед Путиным такой. Ты убираешь все войска с Украины. Готовишься совершить публичное самоубийство, уйдя с должности. Вот тогда и поговорим. Это же абсурд. Нет никаких шансов, что это произойдет. Так куда же мы движемся? Я считаю, что мы движемся в сторону российских солдат на польской границе. Если только в Европе кто-нибудь не очнется, а это может произойти в Германии, может произойти и во Франции, ведь там очень слабая на данный момент власть. Уровень поддержки Шольца, по-моему, 32 или 33 процента. Так что если они избавятся от него, и появится новая коалиция, предлагающая Германии альтернативу, может даже с крайне левыми силами, ведь обе эти группы против этой войны. Да и немцы категорически не поддерживают войну с Россией. Если спросите любого в Германии, а ты готов пойти на Восточный фронт, то каждый вам скажет, вы с ума сошли? Конечно же нет. И если это случится, то у Путина будет с кем поговорить в Берлине. И тогда Берлин, возможно, сможет нас вывести из этого тупика. Но этого пока не произошло. И я все еще думаю, что Путин ждет чего-то подобного. И это еще одна причина, по которой он не идет в полную силу. Россия и Германия ведь весьма сблизились из-за энергии газопровода. И был такой нарратив, что благодаря тому, что русские из-за конфликта на Украине отключили газопровод, несчастные немцы замерзнут зимой. Так что из-за того, что они не так давно были весьма дружны с Россией и зависели от нее, то было бы не лучшей идеей выступить им в качестве модератора. В 1914-м Россия и Германия были главными торговыми партнерами друг у друга. Так что когда война началась, они уже были главными торговыми партнерами. И весьма любопытно, что британцы в своей военной продукции были полностью зависимы от немецкой оптической индустрии. И это все так и было. И иногда, минуя мудрые советы, глупые идеи становятся политическими решениями. В 1941-м Россия и Германия были главными торговыми партнерами. Германия в 1940-м не смогла бы напасть на Запад без внушительного объема стали, угля, железа, нефти и газа и всего остального из России. Неосуществимо. Германия заливалась зерном. Другими словами, эти взаимовыгодные отношения существуют уже очень давно. Они были еще между Пруссией и Россией. И Пруссаки в итоге всегда были за русских. Они старались избегать конфликтов. Еще Бисмарк говорил об этом. Австрийцы были не так покладисты, но и они в итоге заткнулись, так как ничего особо поделать и не могли. Что я хочу сказать. Это естественные взаимоотношения, которые выгодны обеим сторонам. Мы поглядели на это и сказали, что это зло, так как это делало Германию зависимой от России. Но мы забыли, что Россия также зависела от Германии. И что такого произошло в июле 41-го, что все изменило? Это был ленд-лиз от Соединенных Штатов. Мы компенсировали России все то, что она получала от Германии. Технологии, сталь, локомотивы, что хочешь, любые ресурсы. Алюминий, цветные металлы, все, что нужно было коммунистам, чтобы пережить нападение немцев. Все это мы стали незамедлительно поставлять в июле 41-го. А ведь мы даже не были участниками войны, это все было незаконно. Но Рузвельт пошел на это. И я тут не для того, чтобы оценивать правильность этого. Это другой вопрос. Главное тут то, что Россия также зависит от Германии, как и Германия зависит от России. Так что неверно смотреть на это, как на игру в одни ворота. Редактор субтитров А.Семкин